Детский сабантуй Мы готовим практически эту задумку целый год, но подготовку начинаем за три недели примерно. Ежегодно к празднику Дню защиты детей мы делаем наш юбилейный детский сабантуй. Каждый ведущий придумывает свою игру, готовит подарки, призы, чтобы как можно больше детей обрадовать. Первый праздник прошел пять лет назад, а среди многочисленных активностей найдутся и те, что придутся по вкусу любителям искать зацепки и разгадывать загадки. Речь идет о квесте. В этом году ребятам нужно было найти все цвета радуги, чтобы вернуть жизни краски. Квест у нас очень популярен, ребята здесь устраивают очереди, прямо рвутся, участвовать. А называется у нас квест «Радужный». В честь нашего праздника у нас праздник тоже называется «Радужный». Вау, линейка, держим, не уходим. Это рада-то, молодец. След еще нашел, еще и цвет, вот повезло. Сегодня мы пришли с дочкой, у нас еще старшая дочь пришла все вместе с семьей на замечательный праздник. Дети очень счастливы, рады. Пришел мальчик в костюме пирата и в костюме дракончика. Мы уже успели, да, покататься на карусельках. Прекрасно, что у нас есть организаторы в нашем краю, которые периодически это устраивают. Большое им спасибо. В этот раз на Сабантуе открыли детскую игровую площадку с баскетбольной и волейбольной зонами. Одним из спонсоров стал интернет-провайдер Уфанет. Благоустройство, ну асфальт залили, площадочки эти, мафы поставили, а благоустройство уже занимались в этом году. Данную площадку, она выиграли программа ППМИ. Каждому высельсовету таких бы активных жителей, задорных, скажем. Уфанет участвует в праздники не первый раз. Игровые и творческие площадки от компании пользуются большим спросом. Мы здесь были на Сабантуе и принимали участие в организации детской площадки, на которой мы сейчас стоим. И вот сегодня, в такой классный летний день, немножко даже слишком жаркий, мы вновь участвуем в классном мероприятии, в добром, таком дружном. У нас есть новая площадка, это раздельный сбор мусора, где мы, ребят, учим, как правильно сортировать мусор. У нас есть классная фотозона, у нас есть всеми любимый кот пончик, яркий, оранжевый, пушистый. У нас здесь также есть мольберты, где можно взять в руки карандаш, порисовать. Это очень символично, да, учитывая, что интернет здесь у нас тоже карандашный. А в прошлом году в Шамонино-Бурцево и Шмидтово появилось новшество – карандашный интернет. Его названия объясняют опоры в виде карандашей. Жители деревень могут подключить себе не только интернет и телевидение от Уфанет, но и другие услуги, такие как умный домофон и умная калитка. Чтобы узнать подробную информацию об услугах, позвоните в контакт-центр по короткому номеру 09388. Звонок бесплатный для абонентов МТС, Билайн и Мегафон. Эвелина Бронникова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.